Здравствуйте! Вы решили провести сеанс аудиокатрасиса. Вы прошли тесты, вы выспались, у вас нет противопоказаний. Вы получили ссылку на страничку проведения сеанса, вы готовы. Все, что вам для этого нужно, это наушники. Любые, самые простые требования к наушникам, они должны быть закрытыми, и диаметр динамика должен быть не менее 40 мм. Это необходимо для того, чтобы звук передавался чистым. Иначе вы просто потеряете свои деньги. Вы подключаете к своему гаджету наушники и слышите ровный гул, гудение. Если появилась щелчки, какой-то треск, это значит, что либо звук очень громкий, либо наушники некачественные. Звук, громкость звука, должна быть равна громкости мужского, спокойного мужского голоса. Много не значит хорошо, не надо громче. Этого вполне достаточно. Все, вы начинаете сеанс. Что вы должны, что вы можете делать во время сеанса и что не можете? Вам нельзя спать, чем-то заниматься, никакой физической и интеллектуальной деятельности. Вы не можете везти машину, вы не можете заниматься чем-то, что-то делать по хозяйству. Вы не можете куда-то идти. Вам нельзя читать книжки, смотреть телевизор, играть на компьютере. Все, что вам разрешается во время сеанса, это сидеть, стоять, лежать. Вы можете сходить в туалет, попить воды. Я советую все-таки это сделать до сеанса. Это достаточно серьезная процедура. Если вы хотите получить от нее хорошего результата, то нужно обязательно, беспрекословно выполнять то, что я вам сейчас сказал. При нарушении любого пункта инструкции, в лучшем случае, вы просто не получите эффекта. Что вы будете чувствовать во время сеанса? Сеанс длится один цикл, который состоит из четырех фаз. Обязательно все четыре фазы должны быть пройдены. Вы можете пройти два-три цикла, но обязательно все четыре фазы в цикле. Первая фаза – это фаза сонливости. Тяжелой, болезненной сонливости. Такую вы испытываете, например, когда заболеете гриппом. То есть вам все время хочется спать, и сон не приносит облегчения. Но, как я уже сказал, спать нельзя. Длительность этой фазы очень индивидуальна. У кого-то дольше, у кого-то меньше, но она обязательно будет. Следующая фаза – после того, как сонливость пойдет на убыль, появится раздражительность. Раздражительность опять сугубо индивидуальна. Кто-то привык просто тихо, молча собирать обиды, кто-то ругаться, разбрасывать вещи. Следующее – вы получите именно такую реакцию, какую обычно вы даете именно вы. Это ваша реакция. Ничего нового вы не получите. Следующее, что вы получите во время сеанса – третья фаза. Это раздражительность уйдет. Причем она уходит достаточно быстро. Люди обычно описывают это состояние так. Накатило – отпустило. После того, как раздражительность уйдет, у вас появится фаза спокойствия, расслабления. Вас не будет ничего раздражать. Все мысли, которые были у вас буквально 5-10 минут назад до этого, они станут неважными. В эту фазу тоже появляется сонливость. Эта сонливость такая легкая, расслабляющая, релаксирующая, можно назвать ее медитирующая. Но тем не менее, это сонливость. И она тоже может вас просто выключить. Ни в коем случае опять же нельзя спать. Лайфхак. Если у вас очень выражена сонливость, во первую или третью фазу, я разрешаю вам встать, постоять. Не надо в это время ложиться. Вам кажется, что вы сейчас справитесь. Но поверьте, вас просто отключат. И тогда, после вашего пробуждения, сеанс нужно будет начинать с самого начала. После того, как эта сонливость пройдет, у вас появится повышенное настроение, радость, счастье. В зависимости от того, в каком настроении вы начали. Если вы в глубокой депрессии, то естественно, состояние счастья за первый сеанс вы не получите. У вас просто настроение будет лучше, чем было до сеанса. Можете на этом прекратить. Ничего страшного. Вы ищет добьетесь результата. Буквально в течение 5-7, ну максимум 10 сеансов, вы уже испытаете состояние радости и счастья после сеанса. И это состояние будет очень длительно сохраняться. Несколько месяцев. Как я уже сказал, сеанс длится 4 фазы. Но четкого времени у этих фаз нет. Для кого-то эти все 4 фазы пройдут за час. Кому-то потребуется 3-4 часа. Но обязательно сеанс нужно заканчивать на улучшенном настроении. Это обязательное условие.